Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим создание нестандартного отчета, информацию для которого необходимо получить из двух разнородных источников. При этом мы не будем открывать конфигуратор. В качестве демонстрационной базы используется управление торговлей ДАКЦ 11, последней версии. На текущий момент это версия 11.4.12.81. Итак, перед нами стоит задача от пользователя отдела закупок предоставить ему отчет по остаткам товаров на складах с указанием штрих-кода. Для того чтобы решить эту задачу в максимально сжатые сроки, мы будем использовать универсальный отчет. На стадии конфигурирования отчета нам потребуется запустить 1С предприятие в режиме толстого клиента. Найдем универсальный отчет. На всякий случай добавим его в избранное. Выберем регистр накопления товара на складах, таблицу остатков. Остатки будем брать на сегодняшний день. После первичной настройки открываем редактирование схемы и добавляем в запросе регистр сведений штрих-кода номенклатуры. Нам из него потребуется штрих-код. Свяжем таблицы по номенклатуре характеристики единицы измерения. Назовем вариант отчета. «Остатки» с штрих-кодом. Настроим глупировку отчета. В уровень склада добавим помещение. В уровень номенклатуры добавим характеристику и штрих-код. В отчет будем также вводить наличие. Отчет настроен. Посмотрим результат. Вот видим штрих-коды. Они у нас выводятся. Количество также присутствует. Цель мы достигли. Теперь нам необходимо предоставить пользователю в пользование результаты наших трудов. Как мы это сделаем? Сохраним вариант отчета. Назовем его «Остатки» с штрих-кодами. Укажем себя и укажем пользователя, который у нас запросил данный отчет. Это у нас Королев Сергей Васильевич. На следующем шаге укажем, где мы разместим этот отчет. Допустим, здесь. Смотрим. Закупки. Отчеты по закупкам. Вот наш отчет «Остатки» со штрих-кодами. Вот наш пользователь Королев. И вот его интерфейс «Остатки» со штрих-кодами. Смотрим. Все работает. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.